Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Шиди и добро пожаловать в новое видео! Тесла опубликовала отчет за первый квартал этого года и после этого акции Теслы упали, точно так же, как и Биткоин. Биткоин опускался ниже 28 тысяч долларов. Что же случилось? Давай разберемся. Тайм-коды оставлю в описании. И не забудь поставить лайк, это очень поддерживает мою мотивацию обозревать все важные события из мира криптовалюты на регулярной основе. Итак, Тесла обвалилась на 10%, а все из-за своего отчета о доходах. Их чистый доход рухнул на 20% по сравнению с прошлым годом. Илон Маск объясняет это тем, что рост процентной ставки ФРС США повлиял на многих американцев. Теперь намного дороже покупать автомобили и детали к ним. Вот почему доходы упали. ФРС США и Джером Паул усложняет жизнь. Все, что связано с кредитованием, кредиты на авто, ипотеки, кредитные карты, все стало очень дорогим. Поэтому им стоит уже начинать урезать процентные ставки, подчеркивает Илон Маск. Но в целом, если посмотреть на абсолютные цифры, они весьма неплохие. Просто по сравнению с прошлым годом они выглядят хуже. Кроме этого, SpaceX впервые в истории запустил сверхтяжелый космический корабль. Чтобы ты понимал масштабы, запуск этого корабля и его носителя привел к тому, что в радиусе 10 километров от стартовой площадки все засыпало песком. У кого-то даже пострадали автомобили. Илон Маск назвал эксперимент успешным. Однако, в результате и ракета-носитель, и сам звездолет были уничтожены взрывом спустя несколько минут после запуска. Это тоже повлияло на акции Тесла, на биткоин и даже на доги-коин, который обвалился после этого события. Учитывая эту логику, если у SpaceX в следующий раз все получится, собака монета, возможно, будет расти. Илон Маск угрожает подать в суд на Microsoft за то, что компания использовала внутреннюю информацию Твиттера для того, чтобы улучшить свой искусственный интеллект. Также передать им Microsoft удалила Твиттер из своей рекламной платформы, отказываясь платить за сборы Твиттер API. Илон ответил, они обучали свой искусственный интеллект, нелегально используя информацию Твиттера. А значит, время для судебного иска. Рынок тоже не очень обрадовался этим новостям. Но как это все связано с биткоином? Наверняка ты помнишь, что Тесла владеет биткоинами. Затем Илон Маск решил продать некоторое количество монет, потому что, как он сказал, ему нужны были деньги. Но Тесла до сих пор держит значительное количество биткоинов на сумму около 200 миллионов долларов. Из свежего отчета становится понятным, что Тесла не продала ни одного биткоина за прошлый квартал, но и не купила тоже ни одного биткоина. Несмотря на то, что их доходы упали на 20% за год, они не продали биткоин. Илон Маск в сердце биткоинер. Он много раз может шутить на тему доги коина, но он говорил множество раз, что биткоина у него больше, чем мемные криптовалюты. Кроме этого, Илон Маск держит и эфириум. Но речь ведь не только о Тесле. Посмотри на этот огромный список. Это количество компаний и даже стран, которые держат биткоин официально. Самым большим количеством биткоинов владеет, конечно же, микростратегия. Это 140 тысяч биткоинов и почти 4 миллиарда долларов они сейчас стоят. По странам официально известно о том, что биткоин держат правительства Украины, США, Сальвадора, Грузии и Болгарии. Однако недавно вышла новость о том, что Королевство Бутан тайно инвестировало в биткоин. И сколько таких стран, которые в секрете держат биткоин, неизвестно. Давай рассмотрим баланс биткоинов. Этот баланс достиг своего пика 12 мая 2022 года. Это было 706 713 биткоинов. Затем компании только лишь продавали свои биткоины до тех пор, пока в марте 2023 года не достигли минимума в 509 817 монет. И с конца марта они только лишь накапливают биткоины. И сейчас достигли уже 522 тысяч монет. В телеграме, когда я писал, было 509 тысяч. Тем не менее, мы видим, что за последние 20 дней они купили более 10 тысяч биткоинов. На данный момент, если учитывать и компании, и правительства, которые официально заявляли о владении биткоинами, они контролируют почти 8% всего предложения биткоина. Но часть монет уже потеряна, поэтому процент из доступного предложения будет еще выше. Вот насколько биткоин дефицитный. Ну а теперь перейдем к менее радужным событиям on-chain, а также тем, которые происходят в США и Бразилии, связанные с биткоином и криптобиржами. Кошелек времен Сатоши Накамото внезапно проснулся. С момента первой своей транзакции он молчал почти 10 лет. Но внезапно вчера вывел 2071 биткоин. Я нашел пост от 3 сентября 2022 года с целым анализом этого кошелька и кому он принадлежит. Давай не будем углубляться в этот анализ, а сразу перейдем к выводу. Эти монеты были выведены из MT-GOX практически перед его крахом. И возможно сейчас этот кошелек контролируется Джебом Маккалебом. Тем самым из компании Ripple, который постоянно продавал XRP. И вот вчера этот кошелек снова проснулся. Почему? Скорее всего для продажи. Других причин я просто не вижу. Unchain информация также показывает, что целая пачка старых монет, которые не двигались от 7 до 10 лет, начали двигаться прямо сейчас. Исторически это не хороший знак, пишет аналитик. И мы видим подтверждение этому и на этой метрике, вот этот скачок, и на этой метрике, вот этот скачок. Старых монет, которые внезапно задвигались в блокчейне после того, как почти 10 лет спали. Это отражается и на тезере USDT. Доминирование USDT, как ты видишь на этом графике, похоже достигло дына в районе 6,5%. Что соответствует цене биткоинов 30 тысяч долларов. А значит 30 тысяч долларов потенциально наш локальный пик в этом периоде. Я знаю, кому-то это не понравится. Но если доминирование USDT отскочит от этой зоны и будет расти к 9%, к 10%, то цена биткоина будет от 22 до 19 тысяч долларов в худшем случае. Поэтому я думаю, что все мы хотели бы увидеть падение графика доминирования USDT ниже 6,5%. Только в этом случае биткоин будет расти. Поэтому обязательно тебе нужно следить за этим графиком и помнить правила. Если доминирование USDT растет, биткоин падает. Если доминирование USDT падает, биткоин растет. Вот и сейчас мы видим следующую картину. Доминирование USDT отскочило от уровня поддержки 6,5% и выросло на пике до 7,1%. Что в свою очередь привело к падению цены биткоина, как ты видишь вот здесь. Кстати говоря, он оттолкнулся от очень важной линии, которую нужно преодолевать для того, чтобы продолжать рост. Теперь перейдем к Binance и Coinbase. Полиция, генпрокуратура Бразилии обвинила Binance в финансовых преступлениях. Не обошлось и без комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая заявила, что Binance продолжает предлагать сервисы бразильским клиентам, несмотря на приказ о прекращении это делать. Возможно, такие новости тоже повлияли на биткоин. Но хочу заметить, что у Binance уже были такие проблемы в прошлом, например, на Мальте, и на длинной дистанции ни к чему плохому это не привело. Но на краткосроке, понятное дело, биткоин может упасть. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase несколько дней назад заявила о том, что рассматривает возможность покинуть территорию США. Но уже вчера стало известно, что Coinbase планирует запустить офшорную биржу деривативов уже на следующей неделе. И где же она будет базироваться? Возможно, на Бермудских островах. Потому что именно там, несколько дней назад, она получила лицензию на работу. То есть биржа будет абсолютно легально работать в регулируемой дружелюбной юрисдикции. Это фактически эвакуационный зеленый коридор с территории Соединенных Штатов. Но здесь есть один момент для тех, кто паникует, для тех, кто боится, что Coinbase уйдет из США. 84% дохода биржи в 2022 году приходилось как раз таки на внутреннюю аудиторию США. Готова ли биржа потерять такое количество прибыли и довольствоваться лишь 14% оставшейся? Сомневаюсь. Похоже, что все ее заявления сейчас это просто-напросто блеф. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok